сейчас карантин самоизоляция все в основном сидят по домам поэтому у меня тут же кстати сегодня совсем-совсем выходной никаких встреч не запланировано никуда не надо выходить поэтому я тоже в наслаждаясь домашней обстановкой даже несмотря на то что лайф поэтому сейчас подключу еще вторую страничку чтобы была возможность как можно больше зрителей пригласить вторую страничку что так все теперь хорошо комментировать можно здесь комментировать можно на моей страничке можно эсэмэс очка и выслать вопросы если у вас какие то есть вопросы в общем начинаем разговаривать о недвижимости да кстати чуть не забыл по совету гарри известного блогера гарри у меня сегодня лайф необычный почему необычный потому что я хочу рассказать как тем кто не хочет пользоваться услугами посредников как вам самостоятельно продать или приобрести недвижимость что для этого надо сделать поэтому одену кепку чтобы чтобы меня нельзя было узнать еще маску можно одеть антикарантин одену кепку чтобы для чего для быстрой идентификации мне вчера позвонил потенциальный клиент и говорит я еду в машине где можно посмотреть в каком лайве была информация по поводу этого региона там были ссылки на на статистику по по ливингстон и вот он спрашивает где и я я понял что трудно этот лайф идентифицировать среди записи на ютюбе поэтому вот там где будет кепка это будет лайф в котором я вам расскажу как можно и что нужно сделать чтобы самому выполнить какой-то объем работы которые обычно можно поручить риэлтору сделать сегодня я не ожидаю никаких гостей как бы не было никаких договоренностей поэтому такой полу выходной день можно сказать и если лайф будет длиннее чем обычно ничего страшного поэтому заходите задавайте вопросы кого что интересует по недвижимости в нью-джерси штате где я работаю в других штатах сша если нужно то я либо отвечу на ваши вопросы либо порекомендую кому можно обратиться и что еще хочется добавить на данного фронта работать как диджей если есть вопросы вообще по недвижимости о рынке что будет сейчас все любят либо говорить что будет либо говорить я не знаю что будет у кого есть какие мнения опять же можете писать в комментариях можете высказывать ваши на этот счет замечания а если кто-то хочет попасть в лайвы прям вот в прямом эфире что-то рассказать я в данном случае имею ввиду например коллег риэлторов которые или может быть mortgage брокеров которые хотят что-то рассказать аудитории или со мной пообщаться на какую-то конкретную тему по какому-то конкретному вопросу то вы можете мне написать маякнуть я увижу что вы хотите присоединиться вышли вам ссылочку и вы сможете тут со мной разделить экранчик если будет такое желание и так вы решили давайте начнем с более сложных задач вы решили продать ваш дом или квартиру в нью-джерси соединенных штатах америки что у вас для этого есть какие возможности ну во первых вы можете обратиться к знакомым риэлторам или незнакомым которые могут вам с этим вопросом помочь и с радостью это сделали естественно за вознаграждение обычно вознаграждение риэлторов для продавцов у нас в сша это 5 процентов может быть 6 может быть меньше это уже зависит от того как вы с каким риэлтором договоритесь и по какой модели каждый риэлтор работает стандартная модель на рынке и она характерна наверное для процентов 80 риэлторов на рынке это 5 процентов из которых обратите сразу внимание из которых два с половиной процента сразу обычный стандарт два с половиной процента то есть половина комиссии предназначена для риэлтора со стороны покупателя то есть если вы как покупатель будете искать недвижимость с риэлтором то он покупая с вами или помогая вам купить недвижимость выбрать и купить получит свое вознаграждение по сути дело из рук риэлтора который этот листинг или это это объявление этот дом продает поэтому попытки вступать в какие-то переговоры с риэлтором по поводу снижения его вознаграждения и чего-то еще они по большому счету бессмысленны потому что вы как покупатель вашему риэлтору вообще ничего не платите он для вас по сути дела бесплатно работает и независимо от того с вами он этот конкретный дом купит или с кем-то другим его комиссия будет ему выплачена агентом со стороны продавца а вторые два с процента уйдут агенту продавца и вот из этих вторых двух с половиной процентов агент ваш как продавца будет стараться что-то заработать чем-то поделиться с брокером своим и какую-то часть зарезервирует на рекламный бюджет соответственно какое ваше первое преимущество если вы работаете с риэлтором это то что риэлтор инвестирует свое время и деньги в рекламу вашей заботу о вашей недвижимости а вы с ним рассчитаетесь потом из тех денег которые вам удастся выручить при продаже в большинстве случаев это либо листинг цена либо чуть ниже бывают случаи когда хорошие риэлторы добиваются естественно при хороших объектах недвижимости ликвидных добиваются того что специальных покупателей несколько и тогда один из покупателей предлагает цену выше чтобы произошла сделка соответственно если вы решили без риэлтора выходить на рынок и продавать ваш дом то вам нужно быть готовым к тому что у вас будут определенные затраты не потом когда-нибудь а уже сейчас какие же шаги вам нужно сделать для того чтобы ваш дом приготовить к продаже и при этом не пользоваться услугами риэлтор но для начала вам надо ваш дом вам дом ваш нужно приготовить к продаже вы должны посмотреть на ваш дом как на потенциальный объект как глазами покупателя и увидеть в нем те недостатки которые нужно быстренько устранить которые могут быть устранены и которые не будут портить впечатление покупателя от вашего от вашего дома то есть ваш главный ваш подход первый первый шаг должен быть вот у меня есть товар некий продукт я хочу с ним выйти на рынок и его продать и первое все что с этим связано вам этот товар как вы уже наверное знаете нужно просто красиво упаковать правильно для того чтобы привлечь того покупателя который в состоянии этот товар купить соответственно что приходит в голову да ну наверное надо сделать какую-то уборку наверное нужно что-то где-то побелить покрасить поклевать подремонтировать проверить какие-то такие вот мелкие технические проблемы что делает еще риэлтор естественно если будет с вами он вам будет предоставить целый список чек-лист что надо проверить что надо сделать я может быть даже выложу его на нашей группе в фейсбуке кстати все о чем я буду сегодня говорить ленки будут в описании к этому видео вы можете если вы будете это через год смотреть сможете точно также найти ленки и посмотреть материалы о которых я сегодня буду рассказывать так вот что вам нужно тривиальные вещи да это нужно сделать конфетку из вашего дома из вашего объекта он был выглядел по крайней мере привлекательно и не страшно нет и это касается как интерьера так и экстерьера так и ярда лужайки фронт ярда то есть везде везде где будет ступать нога или взгляд покупателя везде вы должны соответствующую работу и контроль провести так чтобы это выглядело привлекательно и интересно а не отпугивать какие вещи могут отпугивать ну опять же тривиальное поставьте себя на место покупателя вот закроем глаза вы пришли купить дом но у нас средняя цена на рынке 800 тыс вот вы с портфелем пришли у вас в портфеле 800 тыс и вы хотите их отдать за этот дом что вас может остановить но в первую очередь техническое состояние дома мы сейчас запускаем варианты что вы хотите сделать покупаете куда старый дом который хотите там либо развалить и построить новый либо под ремонт покупали да вот вы хотите там завтра с чемоданами после сделки после подписания контракта открыть своим ключом ключом который вам передаст продавец и зайти в этот дом да вот что вы бы хотели чтобы там было и чего там не было да ну наверное вы не хотите чтобы там были какие-то отличные вещи продавцы наверное вы не хотите чтобы там были какие-то поломки провода торчащие из розеток потолки со следами потеков или потопов прошлых да наверное чтобы сквозняков из окон не было, наверное, чтобы клинтусы не отваливались, чтобы пол не скрипел по возможности, да, если это старый какой-то паркет, вот, то есть вот эти все вещи, в принципе по-хорошему надо устранить человек должен почувствовать во-первых, пространство, когда он заходит в наш дом, то есть если у вас как часто бывает спальня или там детские комнаты, все завалено полно детских разных вещей, или там у взрослых беспорядки в ванной комнаты это все на каждом показе это должно выглядеть прилично и не отпугивать людей, это не значит, что вы это один раз сделали пригласили фотографа или сами сделали фотографии и вот все, на следующий день забыли об этом, то есть каждый раз, когда к вам звонит покупатель, хочет прийти посмотреть на ваш дом или квартиру он должен прийти в тот дом или квартиру которую он ожидает увидеть, которое вы показали ему на фотографии по крайней мере фотографии могут быть привлекательными непривлекательными, это уже вопрос опять же следующий то есть пункт первый, вы должны приготовить ваш дом к продаже и он должен быть готов всегда когда у вас намечается презентация по покупателю ваш дом должен быть в скажем так идеальном состоянии для продажи второй и наверное может быть даже первый важный момент это цена по которой вы хотите этот дом выставить на рынок риэлторы имеют несколько инструментов и имеют базу данных с историей транзакции на данном рынке сейчас большинство этой информации доступно уже в общем пользовании например на популярном сайте Zillow и вопрос как вам определить вашу цель первое естественно что приходит в голову давайте посмотрим что сейчас есть на рынке что продается похожего на то что есть у мини если у вас стандартная двухкомнатная квартира в стандартном обычном микрорайоне в обычном доме да то есть это не какой-то там экклюзив или наоборот не какой-то страшный старый дом убогий многоквартирный даже если это убогий многоквартирный то все равно у вас есть шанс посмотреть что почем в районе в соседнем доме в соседней улице сравнить площадь метра квадратная не знаю окна куда выходят насколько расположение планировка квартиры удобная этаж лифты кладовки гаражи дополнительные парка места то есть много-много параметров которые можно сравнить точно так же с домом можно сравнить много параметров в американском доме если мы рядом вспоминаем польские дома или в Украине где каждый строил как себе представлял а иногда с использованием архитектором но тем не менее очень много таких индивидуальных проектов там каждый дом это загадка его оценить это сразу я рекомендую связаться с оценщиком это не большие деньги чтобы пришел профессиональный человек и профессионально оценил стоимость этого объекта на сегодняшний день что нам какие возможности предлагает например интернет в этом плане возьмем популярный портал Zillow который в Америке в Польше это Autodom наверное в Украине даже не знаю AllX может быть где где много объектов недвижимости и вот мы сейчас с вами так хорошо как я вам это буду показывать вот так вот смотрите мы сейчас с вами если не видно портал Zillow то кто-то кто-то мне маякнете что надо что-то поправить и я поправлю значит смотрите вот у нас есть Zillow вот у нас есть мы можем выбрать ну давайте выберем вот саммит большой соседний с нами городок саммит Нью-Джерси мы выберем мы здесь с вами можем задать параметры дома которые на продажу если вдруг связь пропадет или вырубится интернет то я переподключусь на это уйдет минуты две три не переживайте все будет хорошо да что мы здесь видим мы же сможем посмотреть дома которые предлагаются риэлторами дома которые предлагаются собственниками Нью-Констракшн это отдельная группа домов там могут быть и от строительных компаний и от собственников и от риэлторов то что должно появиться на рынке то на что устроен аукцион то есть это такая форма продажи когда продавец устраивает аукционы и рассчитывает получить на лучшую цену и форкложе это как правило банки или поверенные продают залоговую недвижимость которая уже не смогла быть продана на рынке по обычной схеме то есть либо собственникам либо агентам и сейчас она уже продается кредиторами да можно убрать вот есть как бы тоже рубрика при форкложе это те которые вот-вот станут сменят сменят продавца скажем так фактически давайте выключим то что нам не нужно у нас какой-то средний стандартный дом на рынке давайте выберем агентов владельцев предположим мы хотим продать дом за 800 тысяч но давайте возьмем что-нибудь за 700 до миллиона да что есть на рынке на нашем саммите по этой цене точно так же мы можем выбрать у нас например там 4 спальни он верно для саммита это будет даже много давайте с 3 возьмем а 2 ванных комнаты такое хорошее сочетание посмотрим что у нас есть ну вот есть у нас порядка 10 объектов что нас интересует как собственников да мы по картинкам можем сразу увидеть что вот этот дом похож на то что мы хотим продать этот похож тут уже 2 гаража это уже выше стандарт мы сюда как бы не не заходим здесь вот раньше скорее всего да но мы остановимся на обычном каком-то колонии хаус вот возьмем к примеру вот это что нам здесь может быть интересного здесь есть указана цена по которой она продается параметры размер площадь дома что мы можем увидеть расположение вот первое на что я обращаю внимание сколько этот дом находится на рынке и вот если это кстати продает вот for sale это продают агенты если здесь написано for sale баркоунер это продают обычно хозяевам вот 30 дней на рынке 2000 просмотров 42 сохранения то есть кто-то обратил внимание на этот дом и себе записал в своем браузере то есть это говорит о том что в принципе на дом есть определенный интерес то есть учитывая то что 30 дней у нас сейчас карантин где-то в середине марта дом появился на рынке интерес есть но мы понимаем с вами что сейчас много народу сидит дома и те кто думают думали продавать они точно так же сидят отслеживают что происходит на рынке поэтому если для меня здесь например показатели если здесь меньше 20 а здесь меньше тысячи а здесь больше 15 дней то это как правило дома который никого не интересует по какой-то причин сделаем поправку на карантин поэтому я скажу в первом приближении что этот дом более-менее интересен что нам дальше предлагает Зилов этот листинг или объявление заполнено агентом поэтому здесь по идее максимум информации должен быть 33 года постройки дом есть гараж площадь земельного участка цена за квадратный фут указана тип дома single family для одной семьи и что мы можем здесь посмотреть из описания можем увидеть какие-то вещи какой пол какой басмент присутствует это хорошо есть камин обогреватель один юнит это скажем так котел обычный в доме если два юнита это уже как бы наводит на приятные мысли что люди для больших домов либо домов которые разделены уровни они озаботились о том чтобы хитинг или кулинг был хороший везде а не только там где-то ближе доступ к воздуховодам или к этому собственно говоря юнит паркинг есть два этажа есть асфальт цехи пока вопросов не вижу идем дальше да то есть есть какая-то финансовая информация например есть указано что годовой годовой налог с этой недвижимости 13 тысяч и есть указан ассмент стоимость 300 тысяч да соответственно вот я тоже обращаю на это внимание если здесь меньше 200 тысяч то как правило с этим домом что-то не так для чего потому что хороший новый дом среднего как бы среднего средней категории площади и без изысков это где-то в районе 250 300 тысяч долларов это вот 350 соответственно при цене 700 тысяч и стоимости оценочной 300 причем если у нас сегодня апрель месяц то это скорее всего данные за уже 2019 год оценки с учетом земельного участка можно еще посмотреть сколько он стоит но здесь может быть может быть даже не указано в общем сейчас мы это дело пока оставим в покое вот прайс и цены можно посмотреть историю этого дома что нам зилу позволяет сделать мы можем увидеть например что в 89 году этот дом был продан по такой цене в 2004 он был продан по такой цене то есть видите разница связана либо с изменением рыночной цены либо с какими-то инновациями которые реновациями ремонтами переделками которые сделали предыдущие владельцы и вот он выставлен с вот этим вот агентством недвижимости 23 марта по вот такой вот цене ну нам эти цифры по большому счету ничего не говорят но вот по сравнению с предыдущей ценой продажи в 2004 году сегодняшняя цена выше на 44% вот тэкс асэсмент что я говорил кстати видите он немножко ниже в 19 году в саммите чем был раньше в 18 можно какой-то комплит посмотреть вот оценка по каждому году да то есть можно историю налогов посмотреть при какой цене это сколько надо было налогов продать сам уровень налогов тоже может меняться но как правило в грубом приближении это от 1.5% до 2.5% в 1.5% 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 показано какой моргидж может быть вот здесь почему-то не рассчитано то есть человек может здесь есть кредитный калькулятор можете себе выбрать текущие ставки вписать и посмотреть сколько вам надо будет платить месячный моргидж если вы захотите купить этот дом в ипотеку страховка сколько может стоить примерно показано ну холла здесь нет потому что это не кондоминиум и не таунхаус потому здесь в этом плане все понятно утилитис не указаны а у них там скорее всего не так много вот что еще интересно школы показаны какие рядом в 95% случаев это соответствует действительности то есть к этому дому к этому адресу относится вот это вот сами например хайск но эту информацию я бы советовал перепроверять ну рейтинг школ это тоже такое очень условное понятие но какой-то ориентир показывает есть какие-то данные до полк скор 16 это кардепендент говорит о том что там нет общественного транспорта и вам придется самостоятельно решать ваши вопросы обычно либо автомобиль либо такси до ближайшего транспортного узла саммит это большой узел транспортный здесь живет много людей которые в Нью-Йорке работают поэтому для них это может быть актуально статистика по соседним городкам или по соседним районным улицам по этому зип-коду как правило здесь все привязано к зип-кодам по этому индексу почтовому это сами эти несколько индексов но это основной 901 цена упала за последние 12 месяцев на 3,6 процента есть еще прогноз от зилу то есть цена еще упадет порядка 4 процентов до конца года это по данному дому и по этому зипу и что еще этот дом как бы можно сказать оценен или имеет ценность порядка 10% ниже чем средняя вэлья в этом зипе сам по себе город не дешевый поэтому 700 тысяч это скажем так цена ниже среднего и что еще здесь указано это то что для этого района где этот дом находится средняя стоимость 560 тысяч то есть какие-то параметры на которые вы можете обращать внимание чем более типична недвижимость в районе или по зип-коду тем более точно могут точны могут быть подсказания зилу по части стоимости и по части каких-то других прогнозов если разброс большой если дома разные если на одной улице есть дома по 500 тысяч и по 2 миллиона то соответственно прогноз зилу на стоимость этого дома будет скажем так взят из потолка здесь должен быть где-то зестимет такой параметр на который как правило владельцы смотрят и говорят да с ума сошли никогда такого жизни быть не можно да вот здесь вот есть какой-то ранч 40 820 и соответственно определена цена да вот обычно когда зестимет и цена продажа совпадает это вызывает скажем так позитивные эффекты да если здесь бы например было 730 а здесь 770 соответственно покупатели которые будут обращаться они уже будут настроены не очень позитивно по части вот этой цены первых аргументов будет а посмотрите на зестимете там же дешевле поэтому снижайте стоимость вот бывает наоборот бывает что здесь выше а здесь ниже ну тогда спрос к этому объекту выше чем обычно в том что в принципе логично то есть посмотрев на своей улице в своем городе в своем районе с десяток подобных домов вы можете выйти на какую-то стоимость опять же сравнивая состояние дома год постройки и другие параметры вы можете посидев не знаю от пару часов до нескольких дней вы можете определить стоимость вашего дома продажную стоимость она естественно может колебаться в каких-то пределах но как правило разброс больше 10% это уже нехорошо таких порталов есть еще несколько есть еще трули есть realtor.com на этих порталах как правило 95% повторяющейся информации можно посмотреть оценить то есть вторым этапом первым мы поговорили о том что дом надо подготовить к продаже иногда может оказаться что подготовка к продаже означает например окна поменять это вроде бы болезненная и дорогостоящая процедура но иногда бывает так что если этого не сделать то скажем так если замена окон может стоить порядка 15 тысяч долларов то вы можете не поменяв окна потерять в цене 20 25 30 тысяч просто потому что впечатление будет испорчено и если будут объекты на рынке похожие с хорошими окнами они будут сразу иметь преимущество что в данном случае может для вас риэлтор какую дополнительную ценность иметь да давайте я вам покажу например что у нас есть по статистике по статистике у нас есть что ж такое у нас есть сайт сайт так что-то я не то нажал это так называемое какое-то зеркало что у нас появилось как-то много экранов о теперь вроде бы как получше все равно нехорошо сейчас я вам покажу еще раз экран мы сегодня никуда не торопимся поэтому если у кого-то есть вопросы задавайте я тоже в таком спокойном режиме сегодня вам рассказываю что к чему у нас уже 12.40 обычно мы лайвы заканчиваем в 12.30 но сегодня такой день который можно себе позволить подольше поприсутствовать теперь смотрим да вот я надеюсь вы теперь видите эксперимент это мой брокер с которым я сотрудничаю одна из ведущих американских брокерских фирм в каждом штате представлена так вот что мы с вами видим мы с вами видим основной сайт и давайте точно так же вот сейчас зайдем помните да zip 901 это город саммит мы вот здесь у нас выберем у этого сайта есть открытая есть открытая есть закрытая сейчас закрытая часть которая для риелторов предназначена поэтому не факт что все из того что здесь есть вы сможете увидеть но вот риелторы могут видеть весь объем информации что мы здесь можем с вами вот мы зашли на наш zip summit мы здесь с вами видим какую-то сразу информацию по локальному рынку вот что мы видим 72 объекта сейчас находятся на рынке можем с вами увидеть отфильтровать точно так же есть там которые будут только в продаже актив листинги это те которые есть сейчас можем поубирать различные специальные опции давайте выберем тот же примерно ценовой диапазон у нас был там от 700 до 900 да по-моему чем этот сайт хорош тем что здесь много разной статистики и мы используем этот сайт в работе когда хотим сделать предварительную оценку объекта то есть здесь у нас есть возможность сделать вот репорт по рынку и получить описание объектов в том числе которые были проданы исторические данные можно сравнить потом можно сделать так называемый CMA выбрать объекты которые сравнить и в принципе этот наш инструмент позволяет нам довольно точно определить ценовую как бы вилку для продажи объекта то есть если самостоятельно без подобных инструментов владелец дома может ошибиться где-то процентов 10-15 то риэлтор имея такой инструмент может ошибиться процентов 5 если мы говорим о текущей рыночной цене объекта я сейчас убираю эмоциональную составляющую когда владельцы глядя на свой дом и держась за сердце говорят что меньше чем за миллион я это не продам эти крайние случаи мы сейчас не рассматриваем смотрите вот по саммиту здесь есть статистика мы можем посмотреть средние цены по зип-коду например средняя оценка домохозяйства медианная здесь есть средняя есть еще медиана по каунти это аналога района в в моем советском прошлом вот нью-джерси штат и точно так же можно будет еще посмотреть по соединенным штатам сравнить если будет такое желание то есть в принципе вы видите сразу насколько этот город этот дом отличается от каких-то средних показателей по по вашему зип-коду по вашему каунти по вашему штату есть вот например листинг цена есть вот среднее количество дней когда объекты находятся в этой базе статистики и это как правило активные листинги то есть в нашем например зип-коде это 52 дня то есть вспоминайте у нас объект был 30 дней на рынке с в принципе неплохим интересом поэтому мы можем заключить что шансы на продажу неплохие юнион 60 дней то есть да если в саммите можно сказать дома чуть-чуть быстрее продаются чем в юнионе что касается всего штата то по штату 70 дней то есть средний дом на рынке находится 70 дней до момента когда он находит покупателя соответственно если мы видим уже даже например в открытом доступе что дом на рынке находится 180 дней то мы для себя можем сделать вывод что уже с этим домом наверное что-то не все в порядке почему он так долго находится в продаже и по например по рынку 12-месячное изменение медиан на количество дней на рынке то есть здесь у нас минус 1% практически без изменений а что касается юниона и нью-джерси то в юнионе и нью-джерси дома находятся дольше в продаже чем саммит саммит можно сказать популярное место вот из домов которые здесь есть интересно есть здесь вот есть наш дом что может здесь увидеть риэлтор того чего не может увидеть человек без риэлторской лицензии в нью-джерси давайте посмотрим есть какой-то рейтинг звездочки и стиме тренч по цене шире чем на зилу был да на зилу был 818 если выполнить изменение показателей описание это данные из нашей системы млс но как правило если это риэлтор то его информация картинки и общее описание они есть и в млс и и для риэлторов доступны и для общего как бы обозрения информация да что за агент из какого агентства как бы это все понятно это никто не скрывает есть исторические записи которые можно посмотреть да вот чем собственно говоря в первую очередь отличается риэлторский сайт от обычного это тем что мы по этому объекту как правило можем где-то лет 10 историй посмотреть то есть если например этот объект он мог быть перед тем как попал на рынок с этим риэлтором он мог быть еще 3-4-5 полгода времени с другим риэлтором или самостоятельно продавался владельцем то есть в зилу например такая информация может быть не всегда там мы видели исторические записи например что дом был продан в 2004 году какой-то раз но мы не видим что например 6 месяцев назад был он в продаже уже в линии эта информация агентам например покупателя может помочь в торге по цене то есть когда вы приходите представляя интересы покупателя и можете с порога заявить а вы уже 12 месяцев на рынке продаете с разными агентствами как продать не можете ребят давайте торговаться вот такой вот может быть аргумент в общем подводя такие да вот можно сюда вписать листинг факт паблик сравнить и собственно этим инструментом мы пользуемся действующие графики вот что касается статистики можно посмотреть какие-то исторические данные как здесь менялась налоги есть данные как бы о владельцах я их вам не буду показывать можно посмотреть еще статистические различные графики можно например посмотреть средняя цена по сравнению с объемом домов на рынке как меняется можно посмотреть листинговая цена как изменяется практически можно сказать стабильно вот как количество предложений на рынке меняется по времени то есть вот мы видим январь девятнадцатый год провал январь двадцатый год провал январь восемнадцатый год провал а пики активности на рынке это вот июнь месяц как правило ну и честно говоря кривая это за первый квартал данные 20 марта она в принципе не не намного отличается от прошлого года то есть есть определенный рост что будет через пару месяцев это вопрос интересный здесь же есть информация вот для comp analysis мы можем сюда вводить похожие объекты и их делать сравнение соответственно владелец получит развернутую информацию о его объекте и в объектах которые были проданы например или есть на рынке которые могут быть которые есть смысл сравнивать если мы говорим о цене то очень важный момент в определении цены это посмотреть что есть сейчас на рынке похожего и конкурирующего с вами если вы изучите эту информацию и поймете например что таких домов как у вас на рынке нет у вас дом какой-то уникальный то есть смысл цену пересмотреть в верхнюю часть вилки ценовой если у вас много конкурентов и вы понимаете что похожих домов много и они тоже примерно 800 790 то вам нужно как-то соответственно принять какие-то шаги усилия и в первую очередь цену поставить такую чтобы ваш дом был привлекательным поэтому может быть имеет смысл чуть ниже выйти на рынок вам никто не запретит с каждым конкретным покупателем вступить в переговоры и убедить его в том что ваш дом лучше и его надо купить дороже чем у конкурента вот вот такую статистику вы можете увидеть точнее риэлтор могут увидеть на своем закрытом сайте как в этом плане я могу вам помочь вы можете пойти на мой сайт сейчас я его попробую открыть и на моем сайте есть тоже статистика которую вы можете использовать и которой есть открытый доступ я даже наверное сделаю проще адрес будет у вас в описании к видео сможете всегда вернуться и этот линк найти что у нас здесь хорошего вот на заглавной странице внизу в подвале есть риас викава соответственно вы сюда заходите мы с вами говорили о саммите давайте найдем здесь саммит это тот регион нью-джерси в котором я работаю то есть здесь мне представлено все что есть вообще в Соединенных Штатах Америки кто-то звонит еще саммит да саммит сетерия давайте посмотрим две минуты потратили видим самый популярный дом да цена прекрасная ну обычно самый популярный дом это тот который либо визуально либо по цене привлекает скажем так зима этот нестандартный он самый дорогой но видите не самый популярный такая современная архитектура в нашей эре не очень популярна и таких домов мало и они не ценятся специальным каким-то спросом не пользуются да то есть это на любителя американец да и практически каждый покупатель покупая дом планирует его продажу и в данном случае человек будет понимать что помимо цены довольно высокой дом нестандартный и покупателя на такой дом можно искать долг и самый дешевый дом 460 тысяч можно зайти его посмотреть ну что вам может быть интересно это вот такая быстрая статистика по рынку да здесь всего 119 объектов новых 3 27 снижена цена 3 open house это скорее всего что виртуальные потому что сейчас open house запрещены у нас нашим губернатором а что касается виртуальных ну мы например когда делаем open house то это не просто человек ходит смотрит картинки а мы в это время находимся например на зум связи и комментируем люди задают вопросы я отвечаю что например по ну то есть практически как в реальной жизни форклой уже нету то есть дома все продаются хорошо никто не доводит до аукционной продажи шансы тоже нет и вот статистика по саммиту и аккаунте да как можем к этому поводу сказать то есть вы в течение двух минут можете по каждому городку там где я работаю или там где работает экспирилт это практически все соединенные штаты вам только важно вот вот здесь указать агента который работает в этой области зайдете на точно такой же сайт в любом регионе соединенных штатов и сможете посмотреть статистику вот карта вот где саммит находится 78 дорога в нью-йорк в саммите железная дорога точно так же электричка в нью-йорк ну вот городки чаттерн медисон не провидан сперклих там где я работаю шорт хиллс нью-борн мапл вот график интересный новые листинги в феврале был пик и потом в марте меньше в апреле еще не закончился поэтому рано говорить но тренд по количеству новых домов на рынке вы видите да и соответственно вспоминая тот наш график когда мы смотрели на предыдущем страничке там где рост идет к июню да ну будем ожидать что эта кривая выровняется сможем через месяц например на нее опять посмотреть вот так я что-то не вижу комментариев и вопросов вопросов нет идем дальше так этот сайт вам уже не нужен то есть если вы цену правильно определили идем дальше вы должны о своем доме составить документ можно его как-то заглавить можно не заглавливать но в котором вы должны раскрыть всю фактическую ситуацию по вашему дому вы должны указать например какого года у вас крыша когда она была установлена сколько ей лет есть ли на нее еще гарантия когда был менялся котел бойлер система кондиционирования на гарантии они или нет сколько им лет и другие вещи которые вы знаете о этом доме каждый покупатель естественно вас будет спрашивать но если вы что-то утаите или не раскроете и это потом вылезет после продажи то к вам могут быть предъявлены претензии и лучше чтобы этого не было поэтому я рекомендую все косяки раскрывать так спокойнее и более того покупатели смотрят на более лояльно на ситуацию когда владелец продавец ничего не скрывает а наоборот настроен сотрудничать и все показывает и рассказывает у риэлтора тоже есть обязанность максимально разобраться в ситуации и понять есть ли какие-то подводные камни ну первое что проверяют например во время строительной инспекции и во время действующие инспекции иногда нужны на проверку наличия свинца в краске стен потому что здесь дома некоторые старые если это 78 год постройки или ранее то это обязательно инспекция на радон могут проверять такой подземный газ который иногда может появляться в подвалах он в принципе токсичен термиты проверяют так как большинство домов деревянные инспектор специальный тоже приезжает который смотрит нет ли живности в стенах поэтому все эти вещи если вы о них знаете лучше их сразу раскрыть а еще лучше позаботиться о том чтобы они например исчезли то есть если вы подозреваете что у вас могут быть термиты в стенах то надо вызвать соответствующие службы чтобы их устранить ну я там о мышах еще чем-то таком не говорю если есть вы знаете что у вас какие-то проблемы с крышей с фундаментом или с подвалом да то есть если подвал подтапливается тоже это надо ситуацию изучить разобраться и понять для себя что это может быть препятствием при продаже то есть из 10 покупателей если кто-то зайдет к вам в подвал и увидит что в подвале сыра мокрая или там после вчерашнего дождя вообще по стенам вода стекает я думаю что 10 покупателей развернутся и уйдут то есть и все ваши усилия по поводу того чтобы этих покупателей найти уйдут вместе вместе с этими покупателями вот поэтому вспоминаем значит дом надо подготовить нужно определить правильную цену нужно максимально позаботиться о том чтобы информация о состоянии дома о технических моментах была изучена предъявлена и ничего не укрывалось и дальше можно можно думать о том как выходить с этим объектом на рынок соответственно вы по американским меркам будете называться FSBO то есть for sale by owner и таких for sale by owner на рынке плюс-минус порядка 10% всегда то есть всегда есть люди которые по каким-то причинам самостоятельно продают свою недвижимость поэтому если вы решили быть FSBO отлично первое что надо сделать это сделать качественные фотографии вашего дома и сейчас например когда у нас пандемия коронавируса и все такое эти фотографии как правило лучше заказать у компании которая делает виртуальные туры то есть к вам приедет человек со специальным оборудованием в зависимости от цены услуги этого человека это оборудование может меняться от грубо говоря мобильного телефона со специальными прибамбасами вы кстати сами можете такие насадки перебрести и сделать сами снять виртуальный тур если уж вы так самостоятельно все решили делать но лучше пригласить специалиста он и деньги и время вам сэкономит и сделает качественную работу что хорошо когда вы сделаете виртуальный тур вы по результатам этого тура сможете получить фотографии сразу же вашего дома не нужно специально делать фотосессию и сможете получить план вашего дома то есть поэтажное поэтажное описание рисунок каждая комната размеры то есть все эти данные у вас будут независимо от того есть они у вас сейчас или нет такие данные естественно пригодятся покупателю когда у вас есть фотографии вы сочинили описание вашего дома любимый вопрос на зилу и в принципе на всех порталах это что вам лично нравится за что вы любите этот дом вот приготовьтесь к ответу на эти вопросы к описаниям приготовьте описание и дальше вы будете как бы начинать делать рекламу вашего вашего объекта в данном случае чем отличаются риэлторы риэлторы пользуются системой млс как я вам уже сказал на рынке порядка 10% фсбо вот этот кусочек рынка в млс не представлен а риэлторы в первую очередь предпочитают иметь дело с объектами которые на рынке появились благодаря другим риэлторам почему потому что у риэлтора к риэлтору во первых доверия больше во вторых мы работаем на условиях лицензии и в определенных рамках скажем так в определенном кодексе и на порядок выше доверия к листингу риэлтора чем к листингу какого-то частного гражданина который решил продать свой дом поэтому любой нормальный риэлтор начинает поиск объектов для своего покупателя с того что заходит в МЛС и смотрит что на рынке есть из того что покупатель хочет купить если что-то и в принципе как правило из МЛС можно быстро выслать определенные объекты с картинками с описанием то есть покупатель уже может сразу все увидеть и сделать какие-то для себя предварительно выводы можно ему выслать 10 объектов из которых он скажет два я хочу посмотреть остальное фигня мне нравится так я все время вопросы проверяю что-то зрителей много а вопросов не очень ну хорошо то есть первое важное преимущество при выходе на рынок это то что риэлтор ваш объект поместит в МЛС и его увидят на данный момент 25 тысяч там примерно риэлторов в Нью-Джерси будут иметь возможность его увидеть и увидят его в поиске подобных объектов то есть если кто-то зайдет по каким-то предварительным параметрам в МЛС и выберет 10 домов 15-20 то ваш дом попадет в эту выборку если вы подходите по параметрам если риэлтор не найдет в МЛС ни одного объекта который подходит по описаниям его клиента или клиенту по описаниям с вероятностью 50% он вообще не будет дальше смотреть просто скажет своему клиенту вы знаете на рынке сейчас ничего нет как исключение может быть то что риэлтор посмотрит в других МЛС потому что МЛС это своя закрытая история в каждом штате и у нас например в нашем штате 12 МЛС различных в каждом каунте в каждом регионе есть мульти региональные есть строго под каунт и например если кто-то я работаю в саммите у нас в саммите есть МЛС Garden State самая большая и самая популярная но например на юге Нью-Джерси ближок Филадельфии город Камден там в нашей МЛС может быть 3 объекта а в МЛС которая работает на юге может быть 10 объектов в силу того что вот так вот локально этот рынок поделен и я поэтому если кто-то ко мне обращается с вопросом по Камдену я говорю сразу ребят я найду в Камдене из Экспириелти агента и вы будете дальше с ним работать он на месте знает рынок в 10 раз лучше чем я сидя здесь в саммите понимаю что происходит в Камдене плюс технические детали такие как например МЛС понятно понятно да с этим вопросом вы с некоторыми брокерами можете тоже иметь возможность разместить ваши объекты в МЛС это так называемые дискаунт брокеры или ребейт брокеры также вы можете купить услугу размещения в МЛС у брокеров которые просто продают услугу размещения в МЛС то есть грубо говоря за 100 долларов вы можете ваш объект разместить в МЛС но при этом вы должны понимать что размещая объект в МЛС вы должны выполнить ряд требований одно из которых это тот самый процент для агента покупателя 2,5% например который вы предлагаете агенту покупателю то есть вы таким образом привлекаете агентов на ваш объект и они понимают что если вы есть в МЛС то им не нужно лишний раз с вами договариваться звонить выяснять будете ли вы платить комиссию не будете какую они просто видят что человек разместил информацию что он заявил о том что он готов и подписал соответствующий листинг о том что он будет платить комиссию покупателю агенту покупателя 2 или 2,5% если вы этого не делаете то вы идете на Zilloo на Trullio на Realtor.com еще куда-то и там размещаете ваши объявления самостоятельно это тоже платно и где-то порядка 20-30 до 100 долларов в месяц у вас будет на рекламу уходить что касается продвижения и рекламы то как любой объект или товар вы с тобой должны представить как его и где можно рекламировать и продавать соответственно помимо порталов недвижимости вы должны уметь или хотеть или научиться пользоваться другими всеми возможными инструментами как digital social media реклама в интернете так и другие варианты например листовки каталоги может быть по вашему дому если это дом категории бизнес или премиум дальше следующий шаг это собственно говоря показы вы дали рекламу вы разместили ваши объявления их нашли увидели потенциальные покупатели цена им понравилась картинки их устроили описание хорошее как раз то что они ищут они начинают вам звонить и если они звонят риэлтору то первый вопрос когда можно посмотреть ну или там это актуально когда можно посмотреть если они звонят владельцу то это актуально актуально да а вы готовы там не за 770 а за 750 нет ну мы тогда пока не идем это это такой стандартный подход когда для чего вообще люди хотят купить без посредников ну потому что хотят сэкономить покупатели когда хотят сэкономить они в первую очередь ищут ФСБО объявления и пытаются если объявление или дом им подходит ну дальше начинают свою игру на понижение цены это стандартная история продавцы хотят продать дороже покупатели хотят купить дешевле вот поэтому наше золотое правило риэлторов и в США и мы по такой же схеме работаем в других ну в Варшаве например мы не работаем я лично не представляю интересы продавца и покупателя в одной сделке то есть если у меня есть продавец и мой знакомый хочет купить этот дом то я порекомендую риэлтора который будет обслушивать моего знакомых либо же сразу скажу что я борюсь за интересы продавца в данном случае поэтому отстаиваю его интерес вот дальше презентация встречи отвечать на звонки выполнять такую секретарскую функцию отвечать правильно отвечать то что нужно так чтобы не испугать покупателя это тоже определенное умение и тоже на это надо обращать внимание вот поэтому как правило владельцы недвижимости дома не сидят занимаются кто-то работой кто-то еще чем-то и покупатели звонят тогда когда они хотят и очень часто владельцы просто не в состоянии ответить на звонок или отвечают потому что у них какая-то личная ситуация перезвоните попозже я вам уже перезвоню да цена такая приходите смотреть я не знаю когда сейчас карантин и так далее то есть если риэлтор заинтересован профессионально правильно ответить чтобы каждый звонок покупателя не прошел мимо и затащить этого покупателя на объект то владелец как правило не всегда положительно настроен в силу того что у него много других занятий и он один дом продает поэтому ему спешить некуда он может продавать несколько лет поэтому обращайте внимание на то как вы отвечаете и если у вас вообще возможность ответить на звонок вовремя если вы нашли покупателя такое тоже бывает самостоятельно и вы понимаете что вам надо дальше идти и что-то с этим делать то следующие ваши шаги вы должны обычно покупатель делает письменную оффер о том что он за такой-то объект готов заплатить такую-то цену и естественно если вы этот оффер принимаете то вы дальше должны составить договор сделки текст договора купли-продажи вам в этом может помочь соответствующий юрист который цены на юристов у нас тут могут от 900 долларов и до нескольких процентов стоимости сделки то есть один как правило каждый может быть может быть юрист со стороны покупателя юрист со стороны продавца может быть юрист который просто это так называемый транзакшен брокер который просто посмотрит на документы скажет что все хорошо можете идти на сделку я могу вам ее оформить например можете сами идти в соответствующие службы и оформлять ваш проводить клозинг то есть вам нужно после того как вы нашли покупателя определиться с юристом и с текстом формой договора купли-продаж не надо брать из интернета первую попавшись даже тот который рекомендован национальной ассоциацией или нью-джерсийской ассоциацией риэлторов он носит такой рекомендательный характер это как черновик и как правило при работе юристов с одной и с другой стороны он сильно сильно видоизменяется соответственно когда юристы посмотрели одобрили с каждой стороны этот документ вы с этим документом дальше можете уже идти и либо к транзакшн брокеру либо у того же Аторни если у него есть соответствующая лицензия вы можете оформить сделку договор купли-продажи заключить еще одна из рекомендаций и возвращаясь к тому что нужно отвечать на телефонные звонки есть так называемые телефоны 1-800 1-900 которые вы можете заказать заплатить небольшие деньги и не светить ваш личный номер например мобильного телефона или домашний а воспользоваться услугой этого номера он может быть бесплатный для звонящего или платный для звонящего это уже ваш выбор но вы можете этот номер использовать и даже можете себе электронного секретаря завести который будет опять же за небольшие деньги фиксировать все звонки отвечать правильно на звонки и иметь какой-то черновик потенциальных вопросов ответов соответственно более грамотно и правильно повзаимодействовать с потенциальными покупателями вот поэтому я шпаргалочку в виде пунктов которые надо выполнить оставлю в описании можно будет посмотреть что касается например нашей системы МЛС то помимо того что мы обмениваемся с другими риэлторами информации она сразу доступна и видна всем в МЛС есть информация по как я уже говорил историческим данным этого объекта когда какие были сделки по какой цене он выставлялся например но не был продан есть информация по фладзон если это например рядом с домом река какая-то может оказаться что бэкьярд например потенциально под угрозой залития затопления в случае паводка эта информация тоже есть ее тоже видно и мы можем соответственно предупредить покупателя о том что смотрите тут как бы проблемный объект вы хотите с этим связываться или нет данные по налогам есть какие были раньше какие текущие налоги это тоже важно в США каждый дом каждая недвижимость облагается налогом и может оказаться что на соседней улице похожий дом но надо платить налог меньше по каким-то причинам чем за тот который мы посмотрели для кого-то это тоже может быть важно например платить 15 тысяч долларов в год налог за недвижимость или 20 для американцев как и для всех наверное 5 тысяч долларов на дороге не валяются ну что немножко позитива у нас новая фича появилась 38 дней карантина сегодня оставим для истории по кепке можно будет найти видеоролик на ютюбе сразу тот в котором я вам рассказал как самостоятельно можно попробовать продать вашу квартиру а для покупателей как сэкономить на покупке или как без риэлтора купить ну в первую очередь искать ФСБО то есть владельцев недвижимости которые продают во вторую очередь можно искать ребейт дискаунт брокеров риэлторов которые в двух словах действуют по принципу мы вам ничего не делаем но кое-что подскажем поэтому мы с вас возьмем например меньше денег чем обычная стандартная ставка риэлторов то есть грубо говоря вы сами ищите ваш дом который вы хотите а вот когда вы уже определите что вы хотите его купить покажете нам пальцем мы тогда сделаем определенный кусочек работы attorney review мы посмотрим дом мы посмотрим какие-то данные цифры и дадим вам рекомендации и поможем вам с покупкой этого дома уже как бы непосредственно на этапе заключения сделок так температура 36,6 у нас у меня 38 день карантина сегодня сегодня действительно карантин сидим дома в самоизоляции не выходим и лайф уже заканчивается вопросов я не увидел может быть они были я их не увидел ну значит я их увижу позже и вам тогда либо в комментариях отвечу расскажу либо в следующий раз можно будет да на смсках тоже нет вопросов у матросов нет вопросов хорошо все в карантине делаем лайвы встречаемся онлайн надеюсь скоро это все закончится и мы сможем нормально работать что касается рынка недвижимости где смотреть статистику я вам рассказал и показал вот на этой неделе все довольно таки замедлилось мощно практически единичные какие-то случаи сделки звонки клиенты все ждут когда же экономика когда закончится карантин всех выпустят на работу и когда мы снова можем нормально функционировать ну я думаю что мы еще долго будем ходить в масках тщательно мыть руки и одевать перчатки и активно пользоваться санитайзерами вот но вернемся к нормальной жизни и сможем заняться тем самым кризисом или рецессией в экономике о которой и я и все кому не лень уже давно говорили и предрекали ее либо в 20 либо в 21 году поэтому то что случился коронавирус и локдаун и мы теперь сидим по домам это только часть первая часть милизонского балета дальше все-таки будет спад в экономике он уже есть и мощный но пока он больше вызван как бы искусственными этими движениями с вирусом а когда с вирусом мы поводимся успешно или не очень дальше начнутся уже экономические процессы вы видели что с нефтью происходит я думаю что популярная фраза мир не будет прежним она очень актуальна да и помните 29 числа к нам летит метеорит поэтому я бы наверное еще на недельку две отложил сделки с недвижимостью во всяком случае в регионе США куда по-моему этот метеорит и летит но НАСА уже сообщили что готовы вступить в вооруженный конфликт с метеоритом и попробовать его траекторию изменить точным выстрелом из какого-то там оружия мы посмотрим во всяком случае апокалиптические фильмы мы уже на этот счет смотрели как и по пандемии так и по метеоритам и вторжению инопланетян я думаю что морально мы к этому уже готовы по крайней мере давайте увидимся через неделю я думаю через неделю лайф будет короче будет больше гостей и мы поговорим о более интересных актуальных темах связанных с недвижимостью в США и не только пока-пока отключаюсь с недвижимостью с недвижимостью